Поделюсь опытом про маркетинг, потому что у нас как раз правило про до 30 процентов на маркетинг Существует уже 4 года, и надо сказать, что мы накопили на эту тему и шишки, и синяки, и опыт, и бог знает чего только нет Совершенно согласен, во-первых, это статья расходов, которую традиционно закапывают любой кошмар, который хотелось бы туда закопать И потом мы вынуждены вместе с производителем распутывать, кому он что там поручил, нанял какое-то ООО, которое неизвестно где находится И что оно сделало где-то там в дебрях интернета, я говорю про онлайн маркетинг Мы финансируем только операции в онлайне А теперь давайте простая цифра, если у нас был бюджет 10 миллиардов, в этом году 15 Давайте 30 процентов от этого прикинем, это очень большие деньги Которые размазываются силами маленьких производителей, ну многих разных, да, по интернету Суммарный эффект, вот у этого, во-первых, скидка, понятно, не оптимальная, потому что каждый покупает в розницу Более того, каждый делает это сам, привлекая своих собственных специалистов, квалификация которых очень разная Кто-то делает идеальные компании и у него все летит, а кто-то делает это из рук вам плохо И говорит, ну а как, а я не умею, а мне нужно Честно говоря, у нас уже закрадывается мысль, а не отобрать ли эти деньги у производителей И не поручить ли это, например, какой-то там набор уполномоченных агентств, которые умеют с этим работать Которые имеют хорошую скидку, которые... Но тут у нас случились события 22-го года, специальная военная операция у нас Пропал маркетинг во многих иностранных сетях, которые составлял основу в том же Ютюбе, ТикТоке Других, у нас остался ВК, по большому счету, ну еще, может быть, одноклассники, еще что-то Таким образом, мы сейчас находимся вообще перед дилеммой довольно странной У нас весь онлайн-маркетинг находится где-то примерно в ВК и в рекламной сетке Яндекса А занимаются этим сотни подрядчиков, производителей и так далее Вот я боюсь, что нам придется в следующем году эту картинку как-то менять Потому что иначе выглядит это довольно странно Мы берем государственные деньги, раздаем их через конкурс сотням производителей И они потом целенаправленно собирают это в ручеек и несут обратно в ВК и в Яндекс Ну, в смысле, обратно в крупные компании Эта ситуация достаточно странная И я думаю, что в следующем году нам придется с этим что-то делать Поэтому горячо поддерживаю тему того, что это должно быть, во-первых, подконтрольно Во-вторых, у профессионального посредника, который точно умеет этим заниматься Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!